8 ноября в Китае начался сезон Лидун по сельскохозяйственному календарю, известный также как начало зимы. С этого момента солнечных дней становится меньше, постепенно хладает, а животные впадают в спячку. В то же время Лидун необычайно красивая пара года. Яркие краски и открытые пейзажи очень радуют любителей фотографий. Самое популярное место в китайской столице – парк Дитань. А все благодаря знаменитой аллее Гинко, которая выделяется из общей картины своим золотым нарядом. Наши корреспонденты не удержались и тоже окунулись в романтику. Сегодня на шумных улицах Пекина еще можно отыскать уголки, где царит природа с ее гармонией и спокойствием. Одно из таких мест – аллея Гинко в парке Дитань в центре Пекина, старейшее в городе. Здесь растут более 200 деревьев, посаженных еще в конце 1950-х годов прошлого века. В ноябре эти насаждения придают облику китайской столицы неповторимую атмосферу романтики. Воспользовавшись моментом, жители и гости столицы стараются запечатлеть красоту вокруг себя на память. «Мы пришли сюда ради деревьев Гинко. Вчера вечером было ветрено и дождливо. Мы подумали, что опавшие листья станут прекрасным фоном для нашей фотосессии». Знаменитый пекинский парк привлекает не только местных любителей фотографий. Эта женщина приехала за впечатлениями из соседнего Тяньцзиня. «Очень любим гулять здесь. Деревья Гинко такие красивые. Сезон Лидун – мое любимое время в году». В парк Детань мы приезжаем каждый год. Аллея Гинко – необычайно красивое место. Мы любим здесь фотографироваться. Сегодня хорошая погода, можно сказать, идеальная для художественных снимков. Рад снова сюда попасть. Пекин постепенно меняет свой облик. Золотые листья Гинко вдыхают жизнь в однотонные переулки и дополняют кварталы традиционных хутунов. Местные жители часто собираются вместе, чтобы отведать сезонные блюда и напитки в затерянных среди современной застройки, ресторанчиках и кафе. Начало зимы для китайцев нечто большее, чем просто прохладная погода и красочные пейзажи. Это время единения с природой и семьей. Джо Виллиц, CGTN